Привет, дорогие друзья! Вы знаете, после публикации нами видео, на которых четко видно, кто на самом деле является организатором и идейным вдохновителем тех ужасных террористических актов, которые якобы собиралась совершить Надежда Савченко, генеральная прокуратура всерьез взволновалась. И вот главный военный прокурор уже в интервью рассказывает, что им известен организатор этого всего террористического движения. Нам тоже известен организатором этого всего террористического движения является военная прокуратура и служба безопасности Украины, скорее всего, и глава службы безопасности Украины. А главный организатор, я думаю, зовут его Петр. Вот, что-то мне так кажется. Петр. В общем, сайт «Новое время» сообщал, что вот это вот испытание оружия на полигоне в Горловке, что Надежда Савченко и Рубан испытали на полигоне оружие, привезенное сепаратистами. На самом деле, конечно же, вас может смутить, вполне возможно, украинская форма на сепаратистах и, конечно, никакая-то не Горловка. На самом деле, украинские СМИ врут постоянно, поэтому не будем даже заморачиваться. Вот это вот видео уже предоставлено Генеральной прокуратурой. Головы обрезаны тех людей, которые стоят над Савченко. 1 грудня 2017-го року. После разговора в кабинете Рубан та Савченко отведали полигон воинской частины, где выпробовали оружие, наданную террористами. Зазначена гвинтевка выготовляется на темчасово неподконтрольной территории Донецкой области членами террористической организации, так званой ДНР. А теперь я вам покажу полную версию этого испытания, которое на самом деле происходило в Хмельницке, да, и на самом деле это, конечно, на украинском полигоне. Это смазка? Автомобильная для шрусов, для бденово. Я смазываю все затворы, в том числе и на пистолете. Если вам вдруг показалось, что это я включил спецэффект игру на балалайке, так нет. Русский след. Это офицер сил специальных операций Кедр, который и склоняет Надежду Савченко к совершению ужасающих преступлений. И это он играет на балалайке. Не скажите, не комично, нет. Перчатки постирал? Да, это мой нос. Они отводят. А что ты себе, чтобы мне теплые не взял? Не было, были только лонги. И лонги были, утеплен. Ну, это мой нос. Вот там даже не зручится, мне тоже давать. Там прицел уже стоит по максимуму, как можно его поставить близко, там бы не мешало с прикладом, бы что-то придумать. У них другая база, это вот штука, на которой все стоит. Он выше, соответственно, этот флор тогда не мешает. Ну, он намного выше должен быть, чтобы ближе. Он намного выше, и там считал. У них проблема с оптикой. Не знаю. Ну, вот это очень хорошая оптика. У них так и нет. Ну, по крайней мере, как правило, нет. Что же Россия тут? Хорошо, жалко. Только попробовать? Нужно. Только есть один нюанс. Если этот прицел заедет тебе в глаз при отдаче, я не оправдаюсь, поэтому, что хочешь, делай, но чтобы приклад был в плече. Сейчас вы будете видеть по краям, ну, что из-за темнения. Ну, террористка Надежда Савченко не знает основ стрельбы из такого снайперского вооружения. Савченко, савченко, савченко. Савченко, савченко, савченко. Ага. Как на выгодном жетку идти уже. Рассказываешь? Как у тебя в курсе? Шикарно. Ты чувствуешь себя? Убийца. Трантовку они называют антиснайпер. Позвали по поводу того, что она против нас. Взял ее в руки и чувствуешь, что она пиздец какая антиснайпер. Выбьет глаз. Да, 24 кило. Выбьет глаз. Хотите заебать снайперы? Ну вы, сука, я такого заебать. Да не сука, я тебе говорю, выбьет глаз. Надежда Викторовна, давайте без эмоций. То, что вам сейчас говорят, на самом деле так и есть. Мы видели кучу, блядь, людей с разбитыми бровями. А вы как стреляете? Мы стреляем в других винтовках. Вот где вы сейчас стреляете? У нас руки чуть длиннее. Чуть-чуть длиннее? Да, чисто из-за этого. Вам совет под души, понимаете? Хотя бы хоть чуть-чуть, чтобы за куртку цепляло, блядь. Хотя бы, чтобы, ну. Ну ты мне просто нахер даже стреляйте, что я даже не царю. Не могу выстрелить пилината, чем стоять. Упрысь сюда, крючок. Тут будет затемнение по кругу. Да. Делай так, чтобы затемнение не выходило ни вверх, ни вниз, чтобы оно было равномерно по кругу. Тут все будет затемнение, и тут все выходит. Шеф-повар, працюешь? Да, да. Хорошо, без наушников можно работать. Хоть пошла в мишень, я даже. Да, да, да. Даже быстро. Ну, в мишень пошла. А что за патрон был такой? Да, пошла в мишень. 10 из 10. 10 из 10 выбито. Вы знаете, вот мне, когда я на это все смотрю, вот как телка привели на веревочке. И все знают, что его сейчас будут рубать, потому что готовится пиршество. А он стоит глупенький. Все, все, он пойдет просто вперед и ударит там по байку. Вот, капсулу. Капсулу. О. И что он попал? Переван в правый треугольник. Так оно вправо. Ну, я бы сказал, что в принципе у Львовне самих квартирки невеликой, да? Ну, я ее люблю, но... Просто мы ездили, нам сдавали за 150 гривен. Ну, это так и нам. Ну, так вот 400 сдают. То есть. Так вот мы нашли за 1200 гривен трехкомнатную шикарную квартиру. Четыре комнаты. Три спальни, один зал нам более чем подходит для этого. Ну, по-другому, скорее всего, стоит ездить. Четыре тысячи. Двести коньем, нахуй. Кумаша там добазариваться. Выстрелай. Работайте, я что сдать? Работайте. Я так просто посмотрю, куда вы там попадали. Ну, вот террористы отстрелялись. И то, что предоставила прокуратура, я вам показал. То, что написали украинские СМИ, я вам тоже показал. А вы просто подписаны на этот канал для того, чтобы знать больше. Кто не подписан, тот подписывайся. И теперь вы знаете, как проходили эти стрельбы. из сепаратистского оружия. Дали Буде. Дали Буде. Да как кажется. Мы еще покажем. Много чего интересного по этой теме. О, забыл. Опять выражаю большую благодарность сотрудникам прокуратуры. за видео. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует.